Всем привет! Я рад вас приветствовать на второй неделе нашего курса, посвященном основам и применению языка Python. Этот модуль является связучим звеном между той теорией, которую мы получили в первом модуле, для того, чтобы мы могли успешно решать задачи из третьего модуля. В этом модуле мы узнаем, как обрабатывать ошибки, как работать с файлами, как происходит итерация и, что самое главное, как работать с библиотеками, которые написаны другими людьми. В первом модуле я просил вас запускать коды с примеров в интерпретаторе, чтобы вы поняли, как интерпретатор конкретно исполняет код. Однако в этом модуле у нас вырастет число файлов с самим кодом, также мы начнем работать с текстовыми файлами, поэтому возникает необходимость в профессиональных средствах разработки. В этом и следующих модулях я буду показывать примеры и запускать код среди разработки PyCharm. Вы можете установить среди разработки PyCharm на свой компьютер с официального сайта. На официальной странице вы сможете найти операционную систему своего компьютера и скачать бесплатную комьюнити-версию, которой нам вполне хватит для того, чтобы решать наши задачи. Ссылка на официальный сайт среди разработки PyCharm будет в описании к этому степу.